Лето сезон, когда многие дети предоставлены сами себе. Кто-то гоняет мяч во дворе, кто-то проводит время на водоеме, а кто-то пытается заработать, например, на новый гаджет. Однако не все подростки понимают, что есть незаконные подработки, которые могут привести на скамью подсудимых. Ведь все чаще по наркотическим статьям под уголовную ответственность попадают подростки. По данным УМВД, в Тверской области в регионе наблюдается рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ среди несовершеннолетних. В прошлом году было зарегистрировано 4 преступления, в этом уже 5. В основном преступления совершаются в Твери и Конаковском районе. Абсолютное большинство — покушение на сбыт наркотических средств. Проще говоря, распространение наркотиков путем закладок. Основная причина совершения преступлений несовершеннолетних — это желание заработать по-легкому на фоне ложного чувства безнаказанности при общении через сеть интернет. Сейчас 169 несовершеннолетних в Твери стоят на профилактическом учете в медико-психологическом отделении наркодиспансера Твери, употребляющей алкоголь и наркотики. По данным центра, становится меньше тех, кто употребляет наркотики среди несовершеннолетних. Однако есть негативная тенденция. Увеличилось количество девочек, которые пристрастились к пагубному веществу. Мама должна составить разговор с ребенком тогда, когда она начинает замечать поведенческие и физиологические изменения у своего ребенка. В первую очередь это нарушение в контакте между мамой и ребенком, если ребенок становится скрытным, лживым, изворотливым, если у него появляются тайные секреты, до которых маме нет доступа. Если ребенок начинает плохо спать или наоборот появляется непонятная беспричинная сонливость, если есть изменения беспочвенные аппетита, то полное отсутствие, то повышение аппетита. Все эти моменты – повод обратиться в наркодиспансер. Кстати, обращение не означает, что ребенка поставят на учет. Это только своего рода профилактика. Сотрудники МВД рассказывают, что иногда сами родители недостаточно объясняют детям последствия употребления или распространения наркотиков. Они не всегда разъясняют детям последствия того, что это не только отругают их, и штраф будет, это судимость, которая имеет юридические последствия. Также у наших граждан есть очень большое заблуждение о том, что если все происходит через интернет, через путем перевода безналичного, то это никак не контролируется. Это большое заблуждение. Много случаев было, когда все это задокументировано, и люди привлекались даже в группе с неустановленным лицом к уголовной ответственности. Естественно, в суде к детям особое снисходительное отношение. Но крайне редко за распространение наркотиков дают условный срок. И дальнейшая жизнь может продолжиться в колонии. Поэтому прежде чем начать переписку в интернете с людьми, которые предлагают легкие деньги, стоит в сто раз взвесить все за и против.